Итак, мы говорим о второй главе и дошли до того, что царь Соломон, пользуясь тем, что он царем, завел себе всевозможную роскошь. Тут вот идея, две идеи. С одной стороны, райский сад, но с другой стороны, вот, например, он говорит, я собрал певцов и певиц и всяческие удовольствия людские. Ну, вот, это вторая глава, значит, седьмой стих, да, по-моему. Кэсов и Загат, Сарим в 48-м стих. Значит, смотрите, о том, что это удовольствие царские, есть такая сцена, где в книге Шмуэля, где Мефибошету говорят, ну, хочешь в дворец приезжай? На что Мефибошет, это наследник царя Шауля вообще-то, говорит, я уже стар, мне 80 лет. Я разве в моем возрасте какое удовольствие от певцов и певичек? То есть, это как бы именно царские забавы, вот, эти цепевички, которые здесь отмечены, царские забавы. Вот, если мы говорим о том, что, безусловно, намек и на райский сад, есть простая плоскость вот прямого чтения. Я настолько богат, я завел всякие богатства, пруды, наполненные водой, хотя дальше написано, чтобы наполнить лес цветущих деревьев. Кстати, эти брехот Майем, брехот Шлумо, экскурсии до сих пор возятся, действительно, той, по всей видимости, эпохи сооружения по доставке воды в Иерусалим. То есть, ну, начатые тогда. То есть, он действительно, орошение там, он этим занимался. Я собрал золото, серебро, в Сагулот Млахим. Я опять готов повторить, что Сагулот Млахим, Сагула, это приятное сердцу и глаза забава, дорогая. Это Сагула, в смысле слова Сагула, он именно вот это. И царские забавы, всевозможные дорогие побрякушки, ну, что и бы такого духа, механические всякие игрушки. Но вот для тех, кто помнит описание трона царя Соломона, механического, который там львы открывали пасти и так далее. Значит, я возвысился и собрал больше, чем было у всех, кто был передо мной в Иерусалиме, а в хохма Амдали. И также мудрость была у меня. Все, что просили мои глаза, я не лишал их и не лишал в свое сердце никакой радости, ибо сердце мое радовалось от всех трудов моих, и это было моей частью от всех моих трудов. Здесь надо сказать, что вот здесь есть одна ловушка языковая, которую попадаются все, включая, кстати, ивритоговорящих людей, просто потому, что смысл слов чуть-чуть, не смысл слов, а подводный смысл слов, он изменился. Дело в том, что начинается все это описание о Марте, они были билы, хана, ванасха, басимха. Значит, подумал я, вот я перевожу, но неправильно, подумал я в сердце своем, сказал я в сердце своем. Вот учтите, что сердце свое, это сказал себе, сказал в сердце своем, это как бы подумал я, это где-то вот так. Здесь надо понимать, что сердце в Танахе и в книге Кагала, не исключение здесь, это не место чувств и не место эмоций. Это мы, я тебя люблю от всего сердца, это значит всеми чувствами, эмоциональная привязанность. В Танахе сказать всем сердцем, обратите внимание, что вот девушка, когда говорит, что я влюбилась в него, она употребляет слова ближе к низу живота. Нет, не половые, нет, не подумайте, что плохого. Приблизительно там, где у китайцев находится центр энергии ЦИ, вот это место имеется в виду. Вот это место чувства. Вот это место чувства. Поэтому, если бы речь шла о чувствах, то было бы сказано Баккерби внутри себя. А сказано были Би. Я люблю тебя от сего сердца для людей Танаха, для людей той эпохи. Это означает, я тебя люблю меркантильной любовью. Это разум. Сердце вместилище разума в этой символике. А по этому поводу, когда о Марте они были Би, то это решение предпринятое всем разума крайне продуманно. Что это именно продуманное решение. Это не спонтанное решение. Это самое, что-то решить. В этом смысле, в третьем стихе, Я устремился в сердце своем, чтобы мое тело влекло вино, то есть управлялось вином, а сердце продолжало мудростью, то есть у нас получается вот это противоречие сердца и плоти, то есть разума и чувства. Вот это противоречие, оно здесь есть. Оно незаметно по употреблению слов, потому что современный читатель по-другому воспринимает слова. Он другой смысл вкладывает в тело, в сердце и плоти. Как бы сердце у нас сегодня, вот это сердечко. Так вот, сердце у КХЛ – это совершенно другой орган. Для современного человека бы это сердце было бы обозначено, у вас нет сердца, да, потому что… Ну, вот… Ну, вот… Ну, вот… По этому поводу как раз вот это все радость. Все это именно разум. По этому поводу, значит, важнейший вывод, который дошел. Мое сердце радовалось трудам моим. Обратите внимание. Сердце радовалось интеллектуальное удовольствие от моих трудов. Оно доставало мне именно интеллектуальное удовольствие. И это было моим хылки, моим удовольствием, моей долей, выгодой. Это то, что я с этого получил. Не труды и певички, а сами труды были моей долей. Это было моей наградой. То есть я наслаждался тем, что я тружусь. Я получал с этого огромное удовольствие. И это удовольствие и было моей наградой. Вот теперь одиннадцатый стих, второй главы. И вот понятие очень сложное место, которое допускает два понимания. И отвернулся я от трудов, которые делали мои руками, и забот, которые я заботился, чтобы делать. И вот понял, что все это «Гэбель в Роут-Роах». Значит, «Роут-Роах» – это «Погоня за ветром» мы сказали. «Гэбель» – шесть значений слова «Гэбель» в любом из них. Вот теперь здесь важно. Вряд ли он имеет в виду в начале… Вот теперь все вот эти фокусы книги Кагэла, где слово употребляется во многих значениях, причем умышленно. Мы сказали, что «Гэбель» – это может быть что-то быстро приходящее, а может быть бессмысленное. Вот в каком смысле здесь употреблено это слово? То есть что-то, что невозможно ухватить, что-то нереальное. Либо, ну, в иврит в этом случае пользуются словки «Кайон». «Кайон» – это вот этот вот вьюнок, который вырос для Йоны и который в одну ночь родился, в одну ночь исчез, в один день исчез, да? То есть вот эфемерное, да? Вот теперь вопрос, что он решил, когда он вдруг отвлекся от трудов. Человек был трудоголиком. И вдруг он взял отпуск и осмотрел я все мои труды и понял и опять вот теперь опять нет выгоды под солнцем или еще точнее, ничего не останется под солнцем. Опять, так как мы сказали, что солнце в книге Кахэла это время, то ничего не останется во времени. То есть в данном случае идет тяжелый момент, потому что на самом деле понять эту фразу, вот поверьте, если вы берете самые лучшие исследования книги Кахэл, это не комментарии, а именно исследования, вы обнаружите, что на этом месте комментаторы зависают. Именно потому, что без дальнейшего текста непонятная фраза, непонятно, к чему ее отнести и что автор хочет сказать. Он хочет сказать слишком много одним словом. Вот смотрите. Опять двенадцатый стих. Вот по нити я не исключаю, что лучшее понимание этого глагола «повернулся я лицом», то есть чтобы посмотреть, от слова «по ним» «лицом». И вот «повернулся я лицом ко всем делам, которые делали» в одиннадцатом стихе. В двенадцатом стихе «повернулся я увидеть мудрость, гололутвы сихлут, безумие и глупость, мудрость». Дальше. И «ма-ха-адам» Вот теперь что за человек, который придет после царя и то, что уже было сделано, и того, что уже было сделано. Опять фраза, на которой зависают комментаторы, она вся понятна. Но дальнейший план вот дальнейший план, он очень простой. Ее, его можно понять, что как бы автор решился предаться чему-то странному, но в данном случае он решил исследовать роль мудрости, равно как и глупости, в повседневной жизни человека. то есть как бы сравнить вот на весах мудрость и глупость. Обратите внимание, повседневно следующий стих это говорит, говорит просто простым образом. Тринадцатый стих. «И увидел я, что есть преимущество у мудрости по сравнению с безумием и по сравнению с глупостью. Подобное преимущество света над тьмой». А именно «Гахахам эйнаф барошон» дословно. У мудреца глаза в голове, то есть мудрец видит умом, мудрец он видит не глазами, а мозгами, а дурак ходит во тьме. Вроде бы это стандарт. «Учение свет», как мы помним, а не «Учение тьма», это отсюда. Это вот отсюда. Ну, сформулировано чуть-чуть по-другому, но мысль отсюда. Если бы это была мысль Кагала, то цены бы этому не было. Но это мысль книги Мишлей по поводу того, что учение света. А мы сказали, что он только что решил повернуться и посмотреть, что в повседневной, в практической жизни человеку дает мудрость, а что дает глупость. На первый взгляд все очень просто. Мудрец, у него дорога освещена, он идет по освещенной дороге. Хахам и на вброшу. У мудреца глаза в голове его, и дорога как бы освещена. А дурак идет во тьме. в Агитате. Но узнал я и понял я, что один случай случится со всеми. и объяснение и сказал я в сердце своем, то есть в разуме своем, то, что случится с дураком, со мной тоже случится. Так зачем мне мудрость? Теперь опять. Мы опять говорим, что все это гавыль, но опять в каком смысле? неощутимо, явно ощутимо. У мудреца как бы он в повседневной жизни он выиграет по сравнению с глупцом, что мы все знаем. Но вдруг 16 стих ибо нет памяти ни о мудреце, ни о глупце. Нет вечной памяти ни о мудреце, ни о глупце. И когда по прошествии дней все будет забыто, как умрет мудрец, так умрет и дурак. И возненавидел я жизнь, ибо дурно мне, дурным я полагаю, всякое дело, которое делается под солнцем, ибо все гэвэль берут рух, ибо все гэвэль берут рух. Опять, вот теперь слово гэвэль вот здесь мы понимаем. вот здесь слово гэвэль расшифровано к счастью, и мы можем понять. Я возненавидел жизнь, потому что все исчезнет. Вот теперь пока на данный момент говорится так, я осмотрел свои дела, я надеялся, что это вечность под миром, но это вечность не вечная. И дальше будет подробное обоснование умрет мудрец и умрет дурак. Казалось бы, после мудреца останется то, что он сделал, а после дурака не останется, потому что он дурак и памяти о себе не остается. По этому поводу вот 17 стих я возненавидел жизнь, ибо дурным полагаю дела, которые делаются под солнцем, то есть считаю злом то, что происходит во времени, потому что все исчезнет. Теперь слово Гебель здесь это не суета, а что все исчезнет. почему 18 стих возненавидел я все труды, которыми я трудился под солнцем, и которые мне придется оставить человека, который придет за мной. И кто знает, мудрецом он будет или дураком, но он получит власть над всеми трудами, которые я трудился и своей мудростью построил под солнцем в Гамсе Хабель, и все это растает как дым. Вот в данном случае слово Хабель все растает. То, что в первой главе было сказано, нет памяти. Вот говорят, вот это новое, но это уже было под солнцем. Нет памяти о прошлом и о том, что сегодня делается, тоже не будет памяти у тех, кто придет потом. Вот здесь все это как бы говорится, применяется к личному опыту. Я построил чудо света и должен отдать это следующему. А вот кто будет за мной, я не знаю. Дальше начинается вот эта тема времени, которая на самом деле самая больная книга в Кахэллоте. Как это ни странно, в книге Кахэллоте тема смерти, она очень важная и она одна из важнейших тем этой книги, но у него есть вторая тема куда более глобальная, это тема времени. вот солнце, фонарь, под которым все видно, что делается на земле и то, что делается под солнцем, и оно освещает, но одновременно солнце это то, что все уничтожает, а именно солнце как часы, оно все перемалывает. И дальше начинается проблема времен. Вот я сегодня делаю, за мной кто-то придет. Кто знает умный или дурак? По законам вероятности в конце концов дурак обязательно придет. И он будет хозяином моего прекрасного чудо-света, которое я сделал только что. И это случится. На самом деле вот эта тема времени, которая в следующей главе будет центральной станет, она уже есть и она введена. Она введена через под солнцем, но она введена еще через слово микре, слово что случится. Дело в том, что случится микре, это тоже тема времени, и мы это увидим. Главная разница между, не то, что микре, это то же самое, что и конец, это то, что произойдет негаданно. Всех нас ждет смерть, и умного, и глупого. Перед смертью все равны и умные, и глупые. Казалось бы, есть дела умного и глупого, и дела умного должны быть вечными. Ответ нет. При этом при этом что важно вот это слово яторон, которое было употреблено, что останется или в чем преимущество одинаково. Но это же слово лама аниотер. Почему я больше умудрствую? Вот это то же самое слово, только теперь вот зачем мне пытаться что-то оставлять, если все это пропадет? С другой стороны, тут же сказано, что вообще-то труды были моей частью, моей наградой. То есть вот это мощнейший клубок. Чем отличается мудрец от немудреца? царь Соломон сплетает все в один клубок. При этом он не пытается сказать однозначно вот это «гэвэль бэрэлтрох». Он не это говорит, он говорит куда более сложную вещь. Мои труды не были напрасными. Я получил награду за свои труды. Эта награда были сами труды. Вот это он сказал. То, что я трудился, я получал удовольствие, когда строил вот этот весь свой эрэстисан. Я получил с этого удовольствия, это была моей наградой. Если говорить о большей награде, то я боюсь, что время все сотрет. В чем хочу заметить, что время, о котором он говорит, он говорит сразу же и предупреждает об этом, что кто-то придет за мной. И вот этот кто-то, если он дурак, то все пропадет. То есть опять все делается руками в данном случае. Десел или бездействий человек. Он не говорит, что мудрость и глупость это одно и то же. Наоборот, он сразу указывает, что мудрость имеет практический смысл. У мудреца глаза на голове, а дурак ходит во тьме. Кстати, тема тьмы тоже будет одна из центральных тем. Слово солнца на самом деле подразумевает еще и тьму, которая регулярно будет появляться просто еще рано. Слово хошах, тьма появилась первый раз и по отношению к дураку. Дурак ходит во тьме. На самом деле, слово тьма будет появиться в разных обличиях и под разными масками. Как вот врино будет под разными, слово врино будет под разными масками появляться, так и тьма будет появляться под разными масками. Ибо что останется у человека от всех трудов и идей, которые он трудится под солнцем? Ибо все дни его боль и страдания и даже ночью не спит, он не может заснуть сердце своем, а все это гебель, все это или бессмысленно, или пропадет, или неощутимо выгода. Нет иного блага у человека, кроме как есть и пить и видеть и быть в душе своим счастливым во всех трудах, ибо это я видел дар Божий перед ним. Ибо кто будет есть и кто будет чувствовать кроме меня, ибо человеку, который прекрасен перед Богом, он дал мудрость и знание и радость, а грешник дает собирать и убирать, чтобы отдать тому, кто благ перед Богом, и все это исчезнет, и нету выгоды под солнцем во времени, или ничего не останется во времени, или это мираж и погода за временем, как хотите, любой из этих оборотов. вот эта идея, эта красная нить по всей книге, которая там ближе к предпоследней главе будет сказано веселись юноша вне юности твоей. То, что удовольствие от трудов это дар Божий. когда куча народ говорят, что книга мрачная, на самом деле, вот смотрите, Бог дает человеку трудиться той работой, которая дает его удовлетворение. Замечу, внимательно читайте, мы имеем дело с действительно мудрым человеком. Он не говорит, что мудрому дается успех в делах. Он этого не сказал. Он сказал мудрость, знание и радость. А грешнику дает собирать и умножать и копить. То есть грешник, он тоже преуспевает. он собирает и копит. То есть он в делах тоже преуспевает. Вопрос радуется ли он своим делам. Это важный момент. Но тому, кто угоден бог, он радуется. Человек, который радуется своим делам, своим трудам, собирая копья, это тоже подарок. Это по поводу жидности. богатство богатства 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 идея из книги псалмов на самом деле, чтобы отдать накопленное тому, кто бог угоден, кто хорош перед богом. То есть в этом есть смысл, но богатство это перейдет от одного другому и тому, кто угоден богу. Замечу, что благодарность богу за счастье от своих трудов один из важнейших уроков книги КХ. От трудов от обеда ибо кто ест и кто пьет кроме меня не гедонизм. это благо дарованное богу. Довольство обедом за беркат хамазан это и есть благодарность богу за еду и за удовольствие от еды. Потому что это в некотором смысле также и наград. И вот здесь начинается самое одно из самых известных отрывков книги КХ. Третья глава, которую он и подводил всей второй части второй главы. Если там он говорил о том, что все погибнет, придет дурак, что-то случится, все разрушится, от моего не останется, он начинает просто переходит к теме времени. И здесь в этой теме довольно много опять у каббалистов довольно активно разобрана это место, но здесь надо внимательно читать, чтобы понять, о чем пойдет речь. Самая знаменитая вещь всему свой срок и пора всякой вещи и время всякой вещи под небом, не под солнцем, а под небом, потому что под солнцем здесь бессмысленно будет, и так сказано, здесь под солнцем это было бы лишнее, потому что под небом именно. Значит, дальше следует необычное употребление глагола «эт лалэдет». В «эт ламута» я читаю по принятому чтению, хотя вроде бы «ла лэдет» это «рожать», но дело в том, что так как в суду пойдут 14 противопоставлений, значит, семь пар противопоставлений, то время рожать и время умирать, оно как бы странно противопоставлять стопару, то есть по этому поводу время рождаться и время умирать, и время сажать и время выкорчевывать насаженное, время убивать и время лечить, время разрушать и время строить, значит, значит, вот сразу предупреждаю, время убивать и время лечить, мне нравится, это как пар противопоставление, значит, потому что довольно стандартно время погибать и время лечить, тогда должно быть лечиться с вашего позволения, то есть вы что-нибудь выберете одно, вы не можете ставить рядом погибать и лечить, вы должны ставить либо погибать и лечиться, либо убивать и лечить, и, кстати, думаю, что убивать и лечить. Обратите внимание на довольно важную вещь, в третьем стихе «Этли фроцвээс лебнот», если во втором стихе время сажать и время выкорчевывать насаженного, то в третьем стихе порядок обратный, начинается с разрушения, а продолжается созидание. В первом стихе рожаться и умирать, сажать и выкорчевывать, то есть в начале созидание, потом разрушение, то в третьем стихе наоборот, в начале разрушение, потом созидание. Время убивать и время лечить, время сносить и время строить, время плакать и время смеяться, время оплакивать и время танцевать, веселиться в данном случае. Время кидать камни и время собирать камни и время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время хранить и время выбрасывать, время рвать и время шить, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войны и время миру. Значит, вот здесь сразу скажу, что слово «зман» у него корень «лезамен» это приглашать. Вот огромное количество текстов написано вот на какую тему. Но дело в том, что слово «время» даже в русском языке, на всех языках, оно употребляется в разных значениях. Немножечко. Ну, например, время это может быть тикающие часы, в них что-то происходит, а может быть вот время дождей – это время, которое определяется на вечном дождей. То есть время, которое определяется по частям и по часам, извините, и в нем происходят события, либо время, которое определяется именно событиями. Вот во время войны это не по часам, это когда была война. то же самое. Здесь вопрос, который надо просто понять, о чем идет, что имеет в виду автор. некоторые считают, что речь выглядит так, не что «эт ла лэбет вэт ла мут» это не придет, вот можно почитать, давайте я попробую прочесть двумя вариантами чтения, и, может быть, с вами понять, двумя вариантами перепутать. приходит время рождаться и приходит время умирать, приходит время сажать и приходит время выкорчевывать, насаживать, приходит время убивать и приходит время лечиться, то есть для всего есть как бы предназначенное время. Или бывают периоды рождения и период умирания, бывают периоды насаждения и выкорчевывания, бывают периоды убийства и периоды излечения. Это разные смыслы. О периодах жизни, которые определяются деятельностью, которой следует заниматься, время посвященное этой деятельности. Это разные смыслы несколько. И не несколько, а очень сильно разные смыслы. И тогда… Вот теперь. Если есть эпохи, есть эпоха строительства, есть эпоха разрушения, есть эпоха войны и есть эпоха мира. Они как бы… Вот этот дух эпохи, он не посылается свыше. Может быть смысл такой. Может быть смысл прямо обратно. Это неизбежно. Неизбежно, что ты будешь строить неизбежность постройки, но неизбежные разрушения. Обратите внимание, что всюду идет противовыставление созидательной части и части разрушительной. Причем они не обязательно физические, потому что время любить и время ненавидеть. И безусловный шедевр – это седьмой стих «Время молчать и время говорить». По-моему, Рафиер Бенун как-то говорил, что всюду, во всех парах, кроме этой, все остальные пары можно совместить действиями. Что-то строить, что-то ломать, что-то рвать, что-то сшивать. А вот молчать и говорить одновременно нельзя. Хотя, по-моему, он ошибается. Еще замечательно можно наговорить и ничего не сказать. Политики умеют это делать. Значит, ну вот два понимания этого места. И не исключено, что автор имеет в виду это и другой, и не случайно он говорит «зман в эт». То есть два разных вещи. Замечу, что слово «эт» вообще-то в Писании при проверке – это именно эпоха. Это где события определяют время. То есть это как время войны, время весны. Весна, когда наступит весна? Весна наступит не 1 марта. Ну и тем более в наших краях она не 1 марта наступает. Вообще она нигде 1 марта не наступает. Она наступает, когда станет тепло, когда прилетят птицы и когда начнут цвести деревья. Вот это весна. Ну там, в более холодных краях, когда появятся листья на деревьях. Весна – это когда ландыши. Под Москвой приблизительно 1 апреля, а не марта. Может быть, попозже. У нас весна… Ну, первое – Ниссана, наверное, все-таки приблизительно. Так, в разные годы чуть-чуть оно колеблется, но у нас погода сильно зависит от Луны. Значит, то есть как бы речь идет… Слово «эт», а оно именно здесь употребляется именно это слово. Оно скорее говорит, что есть эпоха, когда… Есть дух эпохи. Есть дух эпохи в жизни человека, эпохи в жизни стран. Ну, война и мир – это эпоха в жизни стран, естественно. А любовь и ненависть – это в частной жизни. Хотя, может быть, и я подозреваю, что 8 стих «Время любить и время ненавидеть» – это в частной жизни. А глобально время войны и мир и время благополучия, я бы даже сказал, шалом, время миру. Значит, безусловно, время искать, время обретать даже еще лучше, не искать, и время терять. Вот в эпохах – это есть эпохи созидательные, эпохи, когда ищут новые смыслы, а есть эпохи, когда пытаются разрушить старые смыслы, а не построить новые. И оно как бы… Вот что здесь важно? Если мы понимаем именно так, что слово «эк» – это время, определенное событиями и духом эпохи, тогда как бы есть некоторая неизбежность этого. Вы против времени, против духа времени очень трудно идти. А тот, кто идет против духа времени, его большинство забывают. Бывают люди сильно вышедшие за пределы времени, которые начинают быть воспитываны потом, в следующую эпоху. Но в большинстве случаев идти против моды эпохи – философской, культурной, какой угодно – почти невозможно. И тогда возникает вопрос вот этого девятого стиха. Майя Тарон. Что останется или в чем преимущество опять тому, кто занимается то, чем трудится? «Я видел, что то, что Бог дал человеку, я увидел, что это дело Бог дал людям в…» Вот теперь непонятно, в развлечении, в страдании. «Лааноп» можно сказать и так, и так. Может быть, в развлечении, может быть, в страдании. И вот здесь начинается как раз где-то очень важный момент. «Эдхаколь аса ефэ бэйто» – все сделано прекрасно, если оно сделано в свое время. То есть человек, который во время войны призывает к миру не то, что действует неправильно, он действует не своевременно. Человек, который пытается найти, когда время терять и время разрушать, он делает неправильно. Нельзя сажать сады, когда сады выкорчевывают. Это не будет воспринято как прекрасное. Классический пример. Современный город, его пригороды должны быть украшены парками и лесами. Старинные города, их пригороды должны быть пустырем. И только так, и никак по-другому. И я вас уверяю, что люди, которые жили в старинном городе, если увидят, что вокруг города разбит парк, будут чувствоваться очень плохо. Потому что это не вовремя и не своевременно, не соответствует эпоха. Но не дано знать человеку деяния Божие от начала и до конца. Здесь появляется еще одно слово, появляется слово «сов». Вот теперь аккуратно. В книге Кагелет будет два слова, которые означают «сов». Вот как раз с временем, вот именно с временем, автор книги обращается очень аккуратно. Он пользуется словом «сов» для обозначения конца. А есть слово «ахрид». Это тоже конец, но это продолженный конец. «Маи еба ахрид хаимим» — это не что будет в конце дней. То есть это то, что будет в конце дней, безусловно, но это не конец дней. Там длинный период потом, который называется концом дней. Вот в Иврите есть два слова для этого. Но здесь от конца и до начала человеку не дано, что затеял Бог. И я понял, что нет блага, как только радоваться и видеть благо трудам. Ибо это дар делать благо в жизни, ибо всякий человек, который ест и пьет и видит благо от всех своих трудов — это дар Божий. И далее то, куда мы шли от первой главы, и понял я, что то, что сделал Бог — это будет по веке, к этому не добавить и от этого не убавить, а Бог хочет, чтобы перепитали, почитали его. Вот теперь вот этот разворот, который только что и сделал. Внимательно следить за руками Автона. То, что сделал Бог, будет вовеки. К нему не добавить и от этого не убавить. Это не просто выражение почтения к Богу. Если бы это было так, это не было бы великая хрена. Это не выражение почтения к Богу, это не выражение трепета перед Богом. А это констатация факта, что человек в неизменном мире ничего не изменит. Вот теперь мир не изменен, непрерывно меняется. Мир не изменен, потому что так его сделал Бог. Человек в нем что-то строит, ломает, сажает, выкорчевывает. Все это должно вернуться к тому, к неизменному миру. Мир должен остаться неизменным. Мир стремится к первозданной неизменности. Поэтому труды человека кончатся ничем. Теперь. Вот эти пары. Сказали, одна созидательная, вторая разрушительная. Мудрецы неслучайно в этом месте сказали, что в паре, где одна часть разрушительная, она только выглядит разрушительной, она может быть созидательной. Потому что время ломать нечего. Меня слышно? Кто-нибудь, откликнитесь. В чате напишите, слышно ли мне? Теперь слышно. Спасибо. Значит, мудрецы ведь неслучайно сказали, что лучше с мудрецами терять, чем с дураком найти. И точно так же, как сказали, если мудрецы ломают, они этим строят. И неслучайно в субботних работах одна из работ есть ломать. Но там сказано, что работа ломать является запрещенной в субботу, если ломают созидательные цели. Например, расчищает площадку под строительство. То есть все вот то, что здесь сказано, оно, ты что-то делаешь в неизменном божьем мире, но оно вернется к прежнему состоянию. Вот теперь вот эти пары, которые мы видим, они не просто о том, что в мире есть эпоха всему. А эти пары, и это важнейшие обстоятельства, они не способны свыше, чтобы мир вернулся к первоначальной неизменности, которая непрерывно меняется. поэтому вот в этом непрерывно меняющемся мире, и зная, что никакое дело не может быть вечное, потому что Бог настоит на том, чтобы было по его, а по его это первозданный мир как-то. Надо радоваться своим трудом, потому что Бог этого тоже хочет. Это его дар человеку. Вот теперь зачем человек созидает? Потому что в этом мире, который непрерывно меняется, есть время созидания. Человек, который созидает, выполняет волю Божию. Как реки текут к морю и продолжают течь по тому же месту, как человек созидает, и пусть труд исчезнет, но это дар Божий, вот это созидание. Вот так это сказано. Вот это здесь сказано. То есть одна из сторон. Еще раз. Книга КГ. Ничего не твердо. Все должно быть несколько зыбко. Автор эту зыбкость всячески холит и лелеет. Он про нее говорит. Кроме... Мир, по-моему, вылетел, правильно? Народ, вы меня слышите? Да, сейчас вылетел. Все, это я один вылетаю или это более массовое явление? Нет, это ты, по-моему. Ну, не важно. Я просто на машине еду, поэтому я с трудом. Но сейчас мы тебя слышим нормально. Давай, окей. Давай, окей. Одна из вещей, которую автор очень хочет. Вот эта зыбкость и многозначность того, что происходит. Ни о чем в нашем мире нельзя говорить однозначно. Мир слишком большой и сложный. Я на этом хочу кончить дозволенные речи, учитывая то, что у меня началось с какой-то опять неприятности, которые мне все еще обещают починить. Окей. Поэтому я вот здесь хочу кончить и всем сказать до свидания. Окей, господа и дамы, тогда мы на этом заканчиваем. Вопросы, пожалуйста, в телеграмме я передам меру, либо пишите ему напрямую. Было очень интересно, наверняка у всех много вопросов, у меня в том числе. Окей. Спасибо. Мир, спасибо, дорогой. Всем счастливо. Пока. Разбегаемся. Пока, пока, пока. Вот здесь написано МОР. Вот теперь нажми на СУДА выключиться. Нажми на ЕС. Что это написано?